Еще с 1 февраля 2022 года приняли поправки в статью 446 Гражданского процессуального кодекса, гарантирующие, что после взыскания задолженностью должника на счетах останется сумма, равная прожиточному минимуму. Наверняка вы об этом слышали. Стоит признать, что данное требование порой не выполняется. Нередко должнику не оставляют эту гарантированную законодательственную сумму. Почему же приставы могут отказать должнику в сохранении прожиточного минимума? Часто причина заключается в невнимательном изучении законодательства. Распространены случаи, когда задолженность не подходит под требования, предъявляемые этой поправкой. Нередко должник просто считает, что ему обязаны оставлять прожиточные минимумы. В поправке предусмотрен ряд исключений. Поправка не действует, если задолженности – это алименты, компенсация за ущерб, произошедший из-за смерти кормильца, компенсация за вред, причиненный в процессе преступления, компенсация за вред, причиненный здоровьем. Распространенной причиной также является неправильная подача соответствующего заявления. Нередко люди думают, что можно просто прийти в службу судебных приставов и бросить это заявление в ящик для корреспонденции. Однако в таком случае часто происходит утеря документов. Претензии просто не дойдут до нужного сотрудника, и вы не сможете доказать, что вообще подавали какое-то заявление. Еще одна причина может заключаться в неправильном составлении документа. В законодательстве отсутствуют правила написания заявления. Так думают неопытные люди. В действительности они, конечно же, существуют. Причем в разных отделениях службы приставов правила могут существенно отличаться. Рекомендуется заранее зайти на сайт службы приставов, скачать там шаблон этого заявления и заполнить его. Это минимизирует риск неправильного составления и как следствие отказа. Достаточно распространенной ошибкой также является использование госуслуг. Должника могут убеждать в удобстве и безопасности способа подачи этого заявления. Не стоит слушать приставов, утверждающих подобное. Как правило, человека ждет отказ. В службе приставов крайне осторожно относятся к сканам документов. Возможно, должник прислал скан какой-либо справки. Пристав решил не использовать документы из-за возникших сомнений. Разумнее просто принести судебному приставу на прием этот документ. Также причиной отказа может стать финансовая заинтересованность пристава. Его зарплата зависит от нескольких факторов. Сюда входит та сумма, которую ему удается взыскать с должников. Если пристав одобрит заявление, то лишится части какого-то дохода. Неизбежно возникает вопрос, как же должнику добиться сохранения прожиточного минимума. В первую очередь нужно снова подать соответствующее заявление. При этом необходимо передать его приставу одним из следующих способов. Лично при этом нужно получить расписку принятия при помощи заказного письма. В любом случае удастся получить доказательство, что заявление было передано или отправлено. Приставу предоставляется 10 дней, чтобы принять решение по этому документу. Если этого не произойдет, то необходимо подать на него жалобу. Для этого нужно обратиться к его начальнику. Если и это не принесет никакого результата, то нужно обратиться в суд, подав административный риск. При этом следует учитывать, что если пристав все же решит принять положительное решение, то составленное после этого постановление будет направлено туда, где должник получает зарплату. Это обусловлено особенностями законодательства. Однако при этом в банк, где у должника открыт счет, постановление направлено не будет. Тогда удержание слишком большой суммы все равно будет продолжаться. Для решения проблемы можно воспользоваться одним из следующих способов. Еще раз написать заявление, но уже в банк, в котором у должника открыт счет. Предоставить в банк постановление или его копию, свидетельствующие о том, что ему должны оставлять прожиточный минимум. Обратиться к приставу и потребовать снятия ареста со счета. Однако учитывайте, что этот способ работает далеко не во всех регионах. Тем не менее, это стоит попробовать сделать. Следует также учитывать, что для каждого исполнительного производства обязательно нужно составлять отдельное заявление о сохранении прожиточного минимума. Это так и работает. Если их несколько, то после получения одобрения по одному заявлению вы не сможете рассчитывать на то же самое для другого. Если приставы нарушают ваши права и вы не знаете, как этому противостоять или вовсе хотите избавиться от долгов, но не знаете, как это правильно сделать, напишите мне для подробной консультации, я помогу разобраться в вашей ситуации. Продолжение следует...